Всем привет, ребята, на связи GrimOptimist. И как вы понимаете, я не могу пройти мимо новости о возобновлении разработки Stalker 2. Хочу вам напомнить, что я не являюсь большим фанатом этой серии, хотя, безусловно, люблю эти игры. За исключением разве что чистого неба. К сожалению, с этой частью у меня нет связанных, хороших каких-то воспоминаний. Все, с чем я сталкивался, это бесконечные технические проблемы, вылеты, краши сохранений, и в итоге я пробовал ее пройти раз, наверное, 10-12. Но в итоге так этого до конца и не сделал. Все время были какие-то неприятные ситуации. Что, кстати, довольно странно, учитывая, что с первой частью и с Зовом Припяти у меня никаких проблем не было практически вообще. Что не так, черт возьми, с чистым небом, понять довольно тяжело. Но, тем не менее, друзья, Stalker, конечно, безусловно, серия выдающаяся. И несмотря на то, что эти игры вышли уже давно, все равно у них огромное количество фанатов. По-прежнему постоянно выходят какие-то модификации, причем довольно замороченные. Люди в них играют, есть целые каналы на YouTube, посвященные модификациями вообще Stalker. И они живы до сих пор, у них большое количество подписчиков, и просмотры, видосы набирают тоже довольно неплохо. Понимаете, то есть разработчики давно уже прекратили поддержку этой серии, то есть ничего не делают, но игроки справляются своими силами. Такое происходит крайне редко, но это вот яркий пример. И действительно это вызывает уважение, кроме шуток. Конечно, некоторые не особо, скажем так, даже не знаю, как их назвать-то без мата, чтобы не особо честные разработчики немножко спекулировали на любви людей к Stalker. То есть это касается и Stalker Online, она же S-Zone, также Survarium в ту же самую копилку, вот анонс недавний Fear the Wolves, ну и все в этом роде. Люди хотят поиграть снова в тех же самых, как говорится, декорациях, окунуться в эту атмосферу, зоны отчуждения, да, поискать артефакты, пострелять мутантов, ну и в целом, как говорится, ну почувствовать снова те же самые эмоции, которые они испытывали в детстве. И когда человек хочет что-то такое получить, он пытается искать альтернативы, поскольку продолжения-то нет, как такового. Но, к сожалению, ничего так и не нашел. Ну разве что серия Metro более-менее отличилась, как бы в этом плане, хотя это все-таки немного другое. Stalker 2 уже довольно давно заморозили, и что с ним будет дальше, понятно не было. Права на серию находились по-прежнему у Григоровича, и в принципе многие интересовались, почему он их не продал. Может быть какая-нибудь другая компания, возможно, сделала бы Stalker. Ну вот, сложилось так, как сложилось. Хотя вот сейчас я понимаю, что, наверное, он правильно сделал, что никуда не продал эти права. Ибо я даже боюсь представить, что бы было с этой игрой, если бы за нее взялись, например, Vostok Games, наша любимая. Вот тогда бы, наверное, можно было пойти и застрелиться. Но не суть важна. Сейчас Григорович объявил о том, что Stalker 2 снова разрабатывается, и будет он примерно в 2021 году в релизе. Точных дат пока нет никаких, да я думаю, что даже и год это довольно спорная цифра. Просто потому, что, блин, вспоминайте, сколько лет делали первый Stalker, и сколько раз там переносили дату выхода. Поэтому я не удивлюсь, если год на самом деле будет 22-й, там, или даже 23-й. Чего бы, конечно, не хотелось, безусловно, но это реально. Знаете, сейчас, конечно, ажиотаж не слабый поднялся в связи с этим. То есть люди прямо, как говорится, ну, воспрянули духом. Теперь есть что ждать, есть на что надеяться. И, как бы, если все будет, конечно, хорошо, игра выйдет. В принципе, я тоже почувствовал определенную радость, безусловно, потому что, еще раз говорю, ну, серия Stalker мною любима. Хоть и не фанат большой я, то есть я не могу сказать, что все книги там читал, во все модификации играл. Просто, как бы, есть определенные теплые воспоминания, связанные с этой серией, вот и все. И обсуждать, по большому счету, какую-то конкретику смысла пока нет, потому что информации, ну, почти нисколько не присутствует в данный момент на информационном поле. И все, что мы можем так или иначе обсуждать, это не более, чем наши догадки. Но все-таки некоторые из них я вам выскажу, ибо, как мне кажется, они довольно близки будут к истине. Во-первых, вы должны понимать, что в наше время сейчас делать именно ПК-эксклюзив, синглплеерный, пусть даже и с каким-то там мультиком, но, тем не менее, в основном синглплеерный проект, для ПК никто не будет. Потому что это никаким образом не окупится. Банально затраты на разработку, там, на рекламную кампанию и все в этом роде, они очень большие. И при таком расцвете пиратства, как сейчас, хотя сейчас уже не совсем расцвет, но все равно оно процветает, так или иначе. И, ну, просто это будет нерентабельно. Поэтому я думаю, что разработчики, скорее всего, будут делать этот проект под все существующие актуальные консоли. То есть это как ПК, так и PlayStation и Xbox. Здесь, правда, есть один момент, понимаете. К тому времени, скорее всего, выйдет уже следующее поколение консолей, даже к 2021 году шансы очень большие. Скорее всего, уже анонсируют годика через полтора-два, и тогда, скорее всего, примерно и выйдет новая консоль. Но мне кажется, все-таки разработчики будут делать под текущее поколение консолей. То есть под PlayStation 4, там, ну, PlayStation 4 Pro также и под Xbox One. Ибо не следует забывать, что даже с выходом нового поколения консолей, все равно старое поколение еще, как правило, какое-то время живет и под него делают игры. Там, ну, год-два это минимум. Соответственно, ну, это было бы логичным. Ну и плюс, возможно, они будут переносить на новое поколение консолей. Но пока об этом говорить вообще смысла нет, потому что информации по поколению этому практически отсутствует. Также есть еще такая мысль у меня, что, возможно, эта игра будет с более каким-то обширным онлайном. То есть, ну, в том плане, что будет какой-то не просто там мультиплеер, да, такой, ну, по серверной технологии, такой довольно простенький. А будет что-то более замороченное. Сейчас без онлайна игры крайне редко выходят, особенно на ПК. И это прям то, чего ждут многие игроки, да, потому что, ну, кооператив, например, как минимум хотя бы добавить, это то, что напрашивается в сталкер. Да, делать из него второй сурвариум ни в коем случае, ясное дело. Но хотя бы добавить возможность проходить вдвоем, втроем, вчетвером, это, согласитесь, было бы неплохо. Ну, при этом не обязательно. То есть, хочешь один, хочешь не один. Это вот то, что напрашивается. Тем более, сейчас кооперативные игры, в принципе, в тренде. И это может зайти. Поэтому, мне кажется, в эту сторону разработчики также, скорее всего, будут думать. Понятное дело, что многие игроки ждут именно продолжения той самой любимой всеми серии. То есть, каких-то кардинальных изменений они вряд ли примут. То есть, возможно, да, там, если добавят транспорт, более обширные локации, еще что-то, это, наоборот, будет, конечно, в плюс играть. Но если мы увидим какие-то кардинальные изменения именно в самой концепции геймплея, тогда это может вызвать негативную реакцию игроков. Соответственно, я думаю, разработчики на это банально не пойдут. Они прекрасно понимают, что вот те фанаты сталкера, которые еще есть, их немало, это вот их полностью аудитория, которая и будет, собственно говоря, им платить деньги, которая и будет играть в их игры. Это то, чем стоит дорожить. И просто так брать и вводить им по лицу, как это делают некоторые коллеги, это плохая идея, ничем хорошим это не заканчивается. Поэтому, скорее всего, будут какие-то нововведения, ясное дело, ну, современные нововведения, которые сейчас актуальны. Может быть, что-нибудь придумают там и батл рояль какой-нибудь прикрутят. То есть, это тоже вполне реально, более чем. Ну, это так, к слову, просто вряд ли, конечно, но это возможно. Хотя тут еще надо посмотреть, как с Фирз и Волвс будет. Но там у меня ожиданий хороших нет. Там, Восток Геймс, они ничего не смогут. Я уверен на 100%, что ничего у них не получится опять. Вот, ну, просто опыт подсказывает, ребята, я сколько лет Сурвариуму отдал своей жизни. И нихрена там толком ничего нормального не получилось. Но, ребята, конечно, сейчас многие ждут какой-то более подробной информации, которой в данный момент нет. Я думаю, что она появится, скорее всего, на выставках, может быть, которые в скором времени будут. Может быть, будут какие-то скриншоты, может быть, будут какие-нибудь даже геймплейные кадры. Ну, арты, понятное дело, что-то в этом роде. Но, как бы, многого быстро ждать не стоит. То есть, я не думаю, что это все действительно будет скоро, ибо такие игры, как Stalker, сейчас практически никто не делает. Это реально сложно. Это игра в открытом мире, сингловая, по сути, да, с сюжетом, с проработанным окружением, с кучей там персонажей, квестов и так далее. И сейчас, как бы, ну, в основном, что делают? Просто там, лишь бы онлайн прикрутить, донатик там и все в этом роде. Сейчас, как бы, именно в таком стиле, как вот раньше, мало кто занимается играми. И, конечно, GSC, я думаю, будут делать по канонам своим. Потому что, еще раз говорю, у них нет выхода, иначе игроки не примут их детище. Это в любом случае. Вот, я думаю, что, если, как бы, у них все получится, если не будет какого-то кризиса финансового, понимаете, ну, времени много еще, то есть, может случиться все, что угодно, там, и на геополитической арене, там, мировой, да, и в рамках даже нашей страны, там, и много чего может произойти, в том числе, говорю, и связанного с экономикой. Как я вспоминаю, хотя бы кризис 2008 года, когда отечественная игровая индустрия просто загнулась, то есть, в этот момент, если вы помните, практически полностью. Тогда остались только онлайновые игрушки, хотя тогда, если вы помните, много кто пытался делать, там, кучу отечественных игру, но не срослось. Поэтому будем, конечно, надеяться, что все будет окей, что разработчикам ничего не помешает. Вот, посмотрим, ждем новостей, ждем выставок летних всех, может быть, там, что-нибудь интересного нам еще покажут. В любом случае, я не вижу смысла дальше продолжать этот монолог мне, ибо все, что было можно, наверное, я сказал. Спасибо вам всем за внимание, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте большие пальцы вверх. Всем до скорого и всем пока!